Почему я завожусь и срываюсь на ребенка? Что в непослушании ребенка, в его поведении заставляет меня наказывать, кричать, читать нотации? Ребята, это очень важный момент. Если вы хотите разобраться в том, почему вы реагируете очень остро на непослушание ребенка, ставьте сердечко и слушайте меня очень внимательно. Разобраться в том, что происходит вот в этой паре родителей-ребенок, когда ребенок не слушается, крайне важно. Вчера мы с вами говорили о том, что происходит с ребенком, почему ребенок не слушается, какие причины лежат под этим непослушанием. Очень важно понять, что лежит под нашими срывами, под нашим недовольством в том, что ребенок ведет себя плохо. Это очень-очень важно. Поэтому послушайте меня внимательно и в комментариях напишите, что происходит с вами, когда вы начинаете отчитывать ребенка, срываться, наказывать и так далее. Итак, ребята, почему поведение моего ребенка меня заводит? Что для меня является триггером? Самое первое – это обида. Когда вот непослушание ребенка – это как удар в лицо вам. И вы принимаете его на свой счет, это обижает вас, делает вам больно. И вы думаете, как он может ко мне так относиться? Я же столько для него делаю. Он меня совсем не уважает. Ему на меня наплевать. Или вы говорите ребенку, там, я из-за тебя из кожи вон лезу, а ты, как ты реагируешь? Или, например, там еще мало еще со мной спорить. Мы обижаемся. Но, ребята, вы уже поняли, что это неправильно, потому что часто дети на самом деле не могут себя проконтролировать и не делают нам ничего назло. Что делать, когда вы чувствуете обиду при непослушании ребенка? Первое – повторяйте себе фразу. Мой ребенок нуждается в моей помощи. Это будет помогать вам возвращаться в эту взрослую позицию из того, что вы сейчас вроде как ровня ребенку, и вы обиделись на ребенка. Мой ребенок нуждается в моей помощи. Напоминать себе, кто здесь взрослый. Очень важно изучить незрелость и взросление ребенка. Разобраться в том, как дозревает мозг ребенка, как ребенок развивается. Это поможет вам меньше от ребенка ждать и меньше на него обижаться. И вы знаете, прямо вот попробуйте занять роль Бога для ребенка. Потому что, на самом деле, взрослый – это все для ребенка. Взрослый может все, взрослый защищает, взрослый – источник всего. Вот поэтому вернитесь в эту роль Бога. Вернитесь в эту роль родителя-капитана. Это поможет вам не обижаться на ребенка. Следующая очень частая причина, почему мы срываемся с наших детей, это когда у нас нет ресурса. То есть в момент непослушания ребенка мы сами в чем-то уже нуждаемся тоже очень сильно. Например, вы голодны, вы устали, вы в печали находитесь. И тогда от вас идут вот такие вот слова, такое послание. Нет с тобой никаких сил. Горе мое, ты луковое. Все дети как дети, а ты там какой-то другой. Ты меня в могилу сведешь. Не трепли мне нервы. Вот когда у нас нет ресурса, мы начинаем это говорить. Что делать? Ребята, не на детей сердиться и злиться там «ты меня довел». Нет, ребята, дети не отвечают за наше состояние. Нам нужно взять ответственность за себя, за свой ресурс на себя. Опять же, вспомнить, кто здесь взрослый. Посочувствовать себе, позаботиться о себе, замедлиться, отдохнуть. То есть создать для себя ресурс. Если вы испытываете нужду, когда ребенок плохо себя ведет и понимаете, что нет ресурса. Следующая причина, почему мы срываемся на детей, это самозащита. То есть мы воспринимаем непослушание ребенка, как нападение на мой авторитет. Мы начинаем защищать себя и говорить «Еще раз скажешь такое» и тогда «Если сейчас не прекратишь, что там?» Или «Сегодня больше мультиков не смотришь». То есть обычно, когда мы ощущаем вроде как нападение ребенка на нас, мы начинаем защищаться и сразу же выдавать наказание. «Делай, что я говорю!» Вот такие вот мы становимся. Что делать в этой ситуации, если вы чувствуете, что вы вроде как начинаете защищаться от ребенка? Опять же, самое главное, мы вспоминаем, кто здесь взрослый, кто здесь ведущий роли. И понимаем, что я здесь взрослый, я отвечаю за ситуацию. И я могу устанавливать границы спокойно, без крика, без агрессии. Я могу спокойно устанавливать границы. Я могу говорить «Нет» ребенку с добротой и сочувствием. Я могу запрещать с добротой. И опять же, нам нужно укреплять наш авторитет по отношению к детям. Но делать это нужно не через наказание, а через привязанность, через улучшение отношений. Вот тогда наш авторитет начинает укрепляться в глазах детей. Следующая причина, почему мы часто взрослые срываемся на детей – это страх. Ребенок не слушается, как-то ведет себя неадекватно. И мы начинаем сомневаться в себе, как в родителях. Думать о том, что я плохая мама, я плохой папа, я не справляюсь. И тогда от нас такое послание идет ребенку. На тебя же все смотрят, как ты можешь так поступать. Не позорь меня. Закрой рот, успокойся, прекрати. Потому что я сказала, вот так вот и надо делать. На самом деле, то, что с вами происходит, мы боимся. Как, что о нас подумают окружающие, что о нас подумают наши родители. А вдруг я какой-то не такой родитель. Если вы видите, что вы начинаете испытывать страх при непослушании ребенка, что сделать можно? Первое. Уйдите из общества, чтобы снизить давление. Например, на площадке ребенок с вами спорит. Или в гостях ребенок с вами спорит. Не спорьте с ним при других людях. Это увеличивает давление на вас и на ребенка. Возьмите ребенка за руку, уйдите в другую комнату, уйдите с площадки. И там уже разбирайтесь. Дальше. Банально. Учитесь родительству. Если вы чувствуете, что вам не хватает навыков, надо учиться. Читать книги, слушать лекции. Вот сейчас вы меня слушаете. Молодцы, это правильно. Учитесь родительству. Следующее. Взять жизнь в свои руки. То есть понимать, что я контролирую свои реакции. Я могу себя научить. Я могу вести себя по-другому. И опять же понимать, что нужно использовать вместо страха любовь. Потому что когда вы боитесь, вы начинаете использовать страх к ребенку. Но страх не меняет детей. Он только временно ограничивает их. Сердце изменить может только любовь. Поэтому учиться использовать любовь вместо страха, если вы сами боитесь, когда ребенок не слушается. Пятая причина, очень частая тоже. Это банальный стресс. То есть ребенок не слушается. При этом вы уже и так были раздражены чем-то другим. Вы и так уже были в стрессе. И тогда что от вас слышит ребенок? Ну ты меня довел. Как же ты мне надоела. Ставь меня в покое. Что же ты вечно под ноги попадаешься. То есть ребенок по сути не виноват в нашем срыве, в нашем состоянии. Что-то другое виновата. Но мы этого не замечаем и часто на ребенка именно выливается наше раздражение, которое было накоплено в других ситуациях. Что делать? Если вы испытываете стресс при непослушании ребенка, отложите все дела и отдохните. Ребята, вам надо восстановиться. Пока вы не чувствуете себя физически нормально, вы не сможете нормально реагировать на детей. Дальше. Сбросьте напряжение физически. Отожмитесь, умойте холодной водой, пробегитесь, пройдитесь, подтянитесь на турнике, покричите в окно там или в банку. То есть сбросьте напряжение, которое накопилось в теле физически. Не на ребенка, а как-то экологично. Дальше. Если вы испытываете постоянный стресс при непослушании ребенка, надо свести быт к минимуму, работу к минимуму. Понимаете? Если вы не можете, вы не можете. Вам надо восстановиться. Дальше. Нужно организовать свой день и рутины. Очень часто мы в большом стрессе, потому что мы постоянно спешим, что-то у нас из рук валится, мы не успеваем, мы вовремя не ложимся спать, вовремя не встаем. И это, опять же, не проблема ребенка. Нет. Это проблема взрослого. Поэтому организуйте свой день и рутины, будет меньше стресса. И старайтесь успевать, только главное. Не все-все успеть, а успеть только главное. Тогда стресса будет меньше, и вам будет проще реагировать адекватно на ребенка. Шестая причина, почему мы срываемся на детей, это стыд. Ребенок как-то ведет себя, как-то не слушается, да, и вам становится стыдно, вам становится стыдно из-за этого поведения. Вы испытываете чувство вины, да, опять же, что что-то со мной не так, я ребенка не научил. И мы тогда детям говорим, как тебе не стыдно, хватит ныть, такой большой оплачешь, почему ты не можешь вести себя хорошо, как твоя сестра, тебе должно быть за себя стыдно, на самом деле нам стыдно. А мы начинаем стыдить ребенка. Смотрите, самое первое, что нам нужно помочь, когда мы испытываем стыд при непослушании ребенка, это признать, что у меня есть стыд, у меня есть вина, и я чувствую себя как-то не очень хорошо, когда ребенок так себя ведет. Просто сказать себе, да, это есть, это со мной происходит. Не пытаться от этого избавиться, а просто признать, да, это со мной есть. Дальше вспомнить о незрелости ребенка, изучить незрелость ребенка, изучить развитие ребенка, возвращаться к этому, возвращать себя к тому, что он не может, а не не хочет. И он не хочет меня специально пристыдить. Он нуждается в моей помощи и в моей поддержке. Дальше, посочувствовать ребенку, когда вы поймете, что ребенку плохо, когда он ведет себя плохо, то гораздо проще понимать, что у ребенка нет желания вас обидеть, как-то пристыдить и сделать вам плохо. Вот, поэтому, ребята, незрелость, понимание незрелости, сочувствие к ребенку в инциденте помогут вам меньше стыдиться негативного поведения ваших детей. Седьмая причина – это завышенные ожидания. Напишите мне в комментариях, если это вы, ребята. Вот кажется прямо, что вот, ну ведь он же может вести себя лучше. Ну вот когда он постарается, нам кажется, вот он может и одеться, и сделать домашнее задание, и вежливо ответить. То есть, как бы, вот он вроде бы может, но не хочет. У нас есть какие-то вот такие представления, что ребенок, вот он должен соответствовать каким-то нашим ожиданиям, потому что когда-то у него что-то получилось. И тогда наш ребенок слышит такие от нас послания. Чего ты ленишься? Я знаю, ты мог бы, если бы больше постарался. Руки у тебя дырявые. Как ты можешь быть таким бестолковым? Ты плакса. То есть, мы вроде бы хотим, чтобы ребенок тянулся выше, да, но наши ожидания не оправдываются, и мы начинаем оскорблять ребенка. Что делать, если вы понимаете, что у вас завышены ожидания, и это мешает вам адекватно реагировать на непослушание ребенка? Самое простое, снизить ожидания от ребенка. Понимание незрелости, понимание вашей роли по отношению к ребенку, что вы ведете, он нуждается, он просит о помощи, вы эту помощь оказываете. То есть, понять ваши роли, понять незрелость, это поможет вам снизить ожидания от детей, и повысить ожидания от себя. Огромная, хорошая, прекрасная новость позитивного воспитания, о котором я вам рассказываю, это то, что нам не нужно менять наших детей, когда они ведут себя плохо. Нам не нужно менять детей. Да мы, по сути, и не можем их изменить. Мы можем изменить себя. Мы должны менять свои реакции, менять свое отношение, свои слова, которые я говорю ребенку, свои жесты, свое поведение. Менять себя. В этом огромная надежда для любого родителя. Как бы вы не росли, как бы вас не воспитывали, как бы ваши дети не вели себя сейчас, вы все можете исправить, если отрегулируете себя и свои реакции, если вы снизите ожидания от ребенка и повысите ожидания от себя. Ваше задание разобраться в том, что же является вашей самой частой причиной срывов на ребенка, на его негативное поведение. Это обида, это отсутствие ресурса, это самозащита, это страх, это стресс, может быть, это стыд, может быть, это завышенные ожидания. Прочитайте текст под этим видео, там я все детально расшифровываю, объясняю. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вот недавно, при недавнем непослушании ребенка стало основной причиной вашего срыва на ребенка. И напишите, пожалуйста, что вам нужно сделать для того, чтобы выйти из этого состояния в следующий раз. Или не допустить, чтобы вы попались опять же в эту ловушку. Что вам нужно сделать до того, как ребенок будет в себя плохо, если вдруг, например, в моменте вы чувствуете огромный стресс или стыд при непослушании ребенка. Как себе помочь? Советы я вам дала в этом видео, и есть советы в расшифровке. Поэтому ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Ребята, выполнение заданий, когда вы пишете в комментариях, это помогает вам сконцентрироваться, помогает вам лучше себя понять, лучше ребенку увидеть. Поэтому, пожалуйста, напишите ответ на это задание в комментариях. И напоминаю, что сегодня мы с вами встречаемся в 19 по Москве и Киеву, в большой трансляции онлайн, вживую будем с вами встречаться. Я буду отвечать на ваши вопросы. И еще раз мы углубимся в тему, какие же самые первые шаги помогут нам в изменении себя, в помощи тому, чтобы дети менялись. Что нужно сделать в первую очередь? Поэтому приходите, приглашайте ваших друзей, поставьте, пожалуйста, сердечко под этим видео, поделитесь им в стори, чтобы как можно больше родителей смогли лучше себя проанализировать и помочь детям. Жду вас на трансляции и жду ваши комментарии. Обязательно все читаю и слежу за вашим выполнением заданий. Давайте! Субтитры сделал DimaTorzok